Признан аварийным в 2009-м, в 2016-м расселён с тех пор дом номер 4 на улице Институт в Больших Везёмок портит вид из окон соседних пятиэтажек и настроения местных жителей. Пожары бесконечные были. Потом здесь лица всякие бродят, проживающие бомжи были. Дом отключили, вот на днях буквально, вы знаете, сети перенесли. Ну и потом внешний вид. Сами понимаете, что 10-11 лет стоит вот это вот напротив детской площадки. Снести раньше возможности не было. Причина в коммуникациях, которые проходили под зданием. Но на днях их перенесли. Значит, можно приступать к работам. Ломать, конечно, не строить. Впрочем, демонтаж здания тоже нужно проводить грамотно. Аварийный дом снесут в три этапа. Первым делом его обследуют и уже затем приступят к обрушению. Подрядчик обещает жителям соседних домов беспокоиться не стоит. Работы будут проводиться только в разрешённые для этого часы. Метод демонтажа у нас щадящий. Экскалатор с гидроножницами высотный. Он потихонечку кусает плиты. Мусор и плиты, и даже демонтированные куски потихонечку опускаются вниз. Они не производят огромного влияния на соседние здания. Никаких вибраций, ничего не будет. Поводы для беспокойства у жителей всё же есть. Что будет со строительным мусором, который появится в ходе работ? Этот вопрос на контроль берёт глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Как будет пройдено треть здания, уже будет начинаться вывоз на полигоны. То есть в конце концов полигоны мы уточним, потом ещё скажем. Да, нам тогда нужна чёткая, понятная информация, кто будет перевозить и на какие полигоны пойдёт мусор. Работы должны завершиться до конца месяца. Сроки проведения прописаны в контракте, который глава округа и представитель подрядчика подписали на объекте. И это не все хорошие новости для жителей соседних домов. Панельные пятиэтажки на улице Институт, построенные в 60-х годах, в рамках реновации также планируется расселить. Мария Шматкова, Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.